Всем привет! У микрофона муравьед, и данный выпуск будет о ловле королев. Вы давно просили сделать подобное видео. Что ж, поехали. Вы захотели завести муравьёв, но где же их взять? Первая мысль, которая приходит в голову, это набрать с улицы или же выкопать муравейник. Просто так с улицы вы наберёте только рабочих, а рабочие без королевы долго не протянут. Тогда есть вариант выкопать уже существующий муравейник, но так делать ни в коем случае нельзя. Во-первых, не факт, что вы выкопаете муравейник целиком с маткой и не повредите её. Во-вторых, если у вас всё же пройдёт всё гладко, а это маловероятно, то у вас этот муравейник больше даже и не прижится. Так где же взять муравьёв? Есть два варианта. Поймать именно матку самому или купить. Второй вариант самый простой и быстрый, но он выйдет вам в копеечку. Есть риск. Большой или маленький зависит от многих факторов. Про то, где лучше покупать муравьёв, я расскажу в другой раз. А пока, как поймать самому. Для начала вы должны подготовиться. Приобрести пробирки или шприцы, из которых нужно будет сделать инкубаторы, пинцеты и тому подобное. Далее. Когда ловить маток. Их лучше всего отравливать после лёта. После того, как они испарятся и назовут себе укромное местечко. Период лёта идёт, в общем, начиная с весны до осени. А более конкретно, у всех видов по-разному. В описании я кинул ссылку на календарь лёта. Сам лёд длится несколько дней. В эти дни самки и самцы покидают свои дома и летают по округе. У лёта не точной даты, и все по-разному. К примеру, если взять с садовых морёв лазил Сникер, то у них уже где-то был лёд, где-то идёт. А вот у меня на даче, насколько мне известно, его ещё не было. Как найти королеву? Смейте матерем под ноги и ищите маток без крыльев, которые также могут прятаться под камнями, досками, в княх, каяках и тому подобное. В отличие от солдат, которых неедко путают с матками, у маток значительно более мощная грудь. Добавливать лучше всего несколько штук, потому что, как правило, часть не приживается, а из тех, кто приживается, ещё далеко не все могут давать потомство. Поэтому лучше стоит перестраховаться и поймать более одной. После того, как вы отловите маток, разместите их по инкубаторам и убедите в укромное тёмное место, где их ничто бы не побесопокоило. Далее проявите стерпение. Старайтесь как можно реже их тревожить. Первое время питательных запасов маткам хватит, и до появления первых рабочих кормить не обязательно. Лучше лишний раз не тревожить. Как правило, на это требуется от одного и более месяца. После того, как первая рабочая окупится, нужно давать еду. Согласно рациону данного вида. Это вся самая важная информация. Вы смотрели Киперблок. Надеюсь, данный выпуск помог вам, или хотя бы был просто интересен. Если да, то смело ставьте лайк, подписывайтесь на канал, твиттер, вступайте в группу, задавайте мне свои вопросы. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!